Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня мы продолжаем очередную практическую работу, которая посвящена теме контроль качества нанесенных покрытий. Но в данной теме мы сегодня рассмотрим остаточные напряжения. Значит, в плане сегодняшнего занятия вот такие вопросы. Первое. Механизм и генетика формирования остаточного напряжения. Второе. Количественные методы оценки остаточных напряжений. Третье. Методика определения прочности сцепления. Эксплуатационные свойства изделий с нанесенными покрытиями в значительной мере зависят от остаточных напряжений, формирующихся как в материале покрытия, так и в предповерхностных слоях основного материала на границе раздела. Как правило, наиболее высокий уровень остаточных напряжений наблюдается на границе раздела. В зависимости от свойств материала в покрытии и изделия, то есть основного материала, условий формирования покрытия, его толщины и ряда других факторов, возможны образования как растягивающих, так и сжимающих напряжений. Если величина остаточных напряжений в материале покрытия близка к пределу прочности, то происходит либо отслоение покрытия, либо образование в нем трещин. Считают, что остаточные напряжения оказывают влияние на механические, физические и химические характеристики покрытия. Следует различать остаточные напряжения во всем объеме покрытия, макронапряжения и в отдельных его участках микронапряжения. Особенно неблагоприятны объемные макронапряжения. Локальные микронапряжения более склонны к релаксации. Надежность эксплуатационной характеристики в основном зависит от качества нанесенных покрытий. Микронапряжения в основном материале не оказывают существенного влияния. Поэтому в дальнейшем остаточные напряжения будут рассмотрены только применительно к материалу покрытия. Большое влияние остаточных напряжений на эксплуатационные свойства изделий с нанесенными покрытиями приводит к необходимости эффективного контроля этого параметра качества. Механизм и кинетика формирования остаточных напряжений в покрытиях достаточно изучены и опубликованы. При разработке технологического процесса нанесения прокрытия необходимо необходимо руководствоваться следующими положениями. Значения коэффициентов термического расширения основного материала и материала покрытия должны быть максимально близки. При большой разнице их величин следует прибегать к нанесению промежуточных слоев. Необходимо максимальное увеличение адгезионной прочности покрытия, так как на границе раздела наиболее высокий уровень напряжения при формировании покрытия следует тормозить образование усадочных процессов. Целесообразно выбирать минимальные значения толщины покрытия. Все эти положения необходимо руководствоваться при разработке технологического процесса нанесения покрытия. Для контроля остаточных напряжений применяют неразрушающие и разрушающие методы. Особенно целесообразно неразрушающие методы, так как они позволяют осуществлять контроль непосредственно на изделии без его разрушения. Наибольшее применение получили физические методы рентгеновские и распространение покрытия упругих волн. Рентгеновский метод базируется на изменении напряженности кристаллической решетки под воздействием остаточных напряжений. Измеряется изменение угла отражения проникающего излучения при деформации кристаллида. Определение остаточных напряжений распространением упругих волн осуществляется с применением акустических преобразователей или монохроматических лагерентных потоков излучения. Лазера Физические методы контроля позволяют получать в основном качественную оценку напряженного состояния покрытия преимущественно локального характера. Наиболее достоверные результаты при контроле покрытия с высокой однородностью и минимальной анизотропией. Количественные методы оценки остаточных напряжений связаны с измерением деформационных процессов в покрытии и основном материале. Часто используют методику определения величины остаточных напряжений по кривизне напыленного прямоугольного образца. В этом случае покрытие наносят на длинную узкую и тонкую пластину. Это основной материал. Покрытие различной толщины из молибдена, никелевого сплава и оксида алюминия напыляли плазминами или газоплазменными методами. Многочисленные исследования показали, что когда КТР покрытие больше КТР основания, в покрытии возникают остаточные напряжения растяжения. В других случаях в покрытиях формируется остаточное напряжение сжатия, остаточное напряжение деформирует пластины. По радиусу кривизны определяют среднюю величину остаточных напряжений покрытия. Для определения остаточных напряжений по толщине покрытия при заданном его значении применяется последовательное снижение толщины слоя различными способами шлифованием или травлением покрытия. Наиболее часто используют травление в гальванических ваннах. Роль анода выполняет образец с нанесенным покрытием. Для определения модуля упругости материала покрытия разработаны соответствующие методики. обычно для этих целей изготавливают специальные образцы. Для испытаний требуется сложное регистрирующее и измерительное оборудование и аппаратура пузыряковым разработана оригинальная методика определения модуля упругости покрытия при плазменном напылении. Испытуемое покрытие напыляет на торцевые поверхности изделия типа поршневого кольца сжатого до рабочего зазора. Модуль упругости определяет исходя из условий равенства сжимающих и разжимающих усилий зазори. Методики определения прочности сцепления. Есть несколько методик определения. Один из методов это метод царапин или метод поперечных рисок. На поверхность образцов по методике нанести острием риски глубиной до основного металла. При хорошей обделии не должно наблюдаться отслаивания. При наложении липкой ленты на сетку ее последующем удалении можно создать дополнительное усилие на отрыв. Метод поперечных рисок применяется для покрытия из пластичных металлов, например, из меди. Затем вы все это записываете в эту таблицу. Таблицу вы смотрите это основа металл, покрытие металл, количество нанесенных резков и оценка прочности сцепления. Методики определения прочности сцепления данные по определению адгезии рекомендуется заносить в таблицу, помечая знаком плюс хорошую адгезию, покрытие не отслаивается, знаком минус плохую адгезию, покрытие отслаивается вместе с липкой лентой в местах нанесения сети. При неоднозначности результатов, когда в параллельных опытах обнаруживается и хорошая и плохая сцепляемость, таблицу заносит плюс минус. Следующий метод метод нагрева. Образец с покрытием нагревает в течение 30-60 минут при температуре и затем охлаждает на воздухе. Для покрытия с низкой температурой плавления, таких как цинк, камни, температуру нагрева снижает различие в коэффициентах расширения металла основы и покрытия при неудовлетворительной адгезии приведут к появлению пузырей, вздути или вообще к отслаиванию покрытия. Ну и вы здесь записываете основу покрытия, время нагрева, температура нагрева, охлаждающая среда и состояние покрытия. То есть, например, если вы охлаждаете на лорфе, считаете, пишите, 20 градусов воздух. Ну и контрольные вопросы, 6 контрольных вопросов, значит, вы должны на эти контрольные вопросы ответить письменно. Ну, а помощь вам эта вот литература. Спасибо за внимание. На сегодня всё. Значит, отвечаем на вопросы.